Врачи и волонтеры борются за каждый час его жизни. Ситуация осложняется тем, что сегодня в Раполово по причине аварии отключили свет, а отопления нет уже несколько дней. Молоко для детенышей диких зверей и воду для грелок сотрудники реабилитационного центра согревают на костре. А началась эта история в луге. Рыбаки заметили лосику с детенышем, которые переходили ручей. Людям показалось, что малыш отстает. Они решили ему помочь и спугнули мать. А здорового, новорожденного лосенка забрали к себе. И дома, что по словам ветеринаров совсем плохо, накормили его коровьим молоком. Но лося-то его не переносит. И вот он умирает. Шансов немного. У него сейчас интоксикация началась со смены питания. В общем, в очень плохом состоянии. Врачи сейчас вторые сутки занимаются и пытаются поставить его на ноги. Если животным удают имя, значит надеются, что выживет. Малыша назвали троттер. И он не единственный, кого приходится спасать после того, как была оказана неквалифицированная помощь. Вместе с новорожденным лосем в Раполовском центре лечится юный кабан. Малыш также отбился от своих и попал к людям. К счастью, это животное не такое нежное. Первый раз вообще сталкиваемся. Первый раз с кабаном. Поэтому будем думать специалистов выяснять, как, что и зачем. А вообще прелесть. Специалисты говорят, простота хуже жестокости. По незнанию люди берутся помогать тем, кто не нуждается в помощи. Забирают домой детенышей и уносят птенцов. История лосенка троттера нынешней весной, вероятно, повторится не раз. Если животное ранено в крови, что-то, видите, лапы сломаны, стоит помочь. Но если животное, тем более маленькое, совершенно здорово, ни в коем случае брать не нужно. Мама всегда рядом. Они не бросают. Юлия Васильева, Всеволод Киселев и Галина Ровенская, Вести, Петербург, из Ленинградской области.